Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня в этом видеоролике нет никакой особой темы, просто хочу поговорить о всхожести, потому что это сейчас самый актуальный вопрос. Все только об этом и пишут, говорят, у кого взошло, у кого не взошло. Почему у кого-то семена всходят, а у кого-то нет? Какая причина? Вот я сейчас начала доставать свои лотки, они у меня были на прорастании, я смотрю, что всходит все хорошо и решила, потому что меня огорчают все-таки те сообщения некоторые, вот у кого не всходят семена, сразу скорее мне пишут, ой, а у меня это не взошло, это не взошло, почему? Я не знаю почему. У меня все всходит, потому что я со своими семенами умею работать. Вот эти посевы у меня, вот я только достала. Видно, что петельки все уже обозначились, все без перерыва всходят. Вот это тоже, это вот только что я достала. Сейчас перейду потихоньку на те, которые доставала вчера. Вот вчера вечером сняла пленку с них, они уже успели там зайти, я не успеваю все доставать, они быстро выклевываются. Вот вчерашние, вот вчера достала. Все всходы появляются, вот тут, сейчас перейду вниз, вот на нижней полке у меня тоже, их еще нет, но я уже вижу, что они будут. Это уже точно, что будут посевы, и будут посевы все стопроцентные. Но у меня тоже так бывает не всегда. Вот я сейчас покажу, я в этом году купила много сортов для расширения ассортимента. Вот здесь у меня 4 сорта перца я садила, еще 18 февраля, уже скоро месяц пройдет. И вот первые 3 сорта дали хороший результат, они взошли очень дружно, у них уже настоящий лист выкинулся. А вот этот отсек, он очень долго был пустым, и я на 100% была уверена, что это не всхожие семена. Ну вот вчера буквально начали появляться вот такие петельки, сегодня они превратились вот в такие растенецы небольшие, и новые петельки лезут и лезут везде, я вот вижу, и по количеству вот этих намечающихся сходов, я могу сказать, что всхожесть тоже будет неплохая, просто они оказались тугодумые. Очень долго думали, вылезти или нет, но вы представьте, почти прошел месяц. Если бы они были у меня посеяны в отдельном лотке, ну вот как я свои сажу, вот например, весь лоток, один сорт, видите, без переборок, без этих, без железных ограничителей, я, конечно, я бы продавала 15 дней, все, я даю им срок 15 дней на всхожесть. Через 15 дней не взошли, я бы или этот грунт поменяла, вытряхнула с лотка, или посеяла бы новые, но у меня была бы полная уверенность, что это не всхожие семена. Вот видите как, почему они не всходят, а кто их знает? Вот думали они так, как туго всхожие, долго думали. Некоторые перцы вообще могут зайти на пятый день, а вот этим понадобилось около месяца. Это такой вопрос, ну никто не может объяснить, почему, например, у одного человека эти семена всходят, другой сеет, не всходит. Конечно, это все от способов обработки семян, от методов посева, от самих семян причин очень-очень много. Вот я тоже купила, я много нынче купила новых сортов, купила у постороннего человека семена. Какие-то взошли у меня очень дружно, вот. А вот эти две ячейки, вот здесь вообще ничего не будет, а эти только проснулись. Хотя я одинаково их сеяла, одинаково за ними ухаживала, все. Вот в одном лотке тут 100% взошли, тут 3 штуки из 20. Ну, конечно, у меня даже не приходят мысли писать этому, ну как продавцу, кто мне продавал семена, и предъявлять претензии, потому что семена это такое дело. Мы в магазине, когда покупаем, тоже не идем, назад не возвращаемся и не докладываем, сколько у нас взошло, сколько нет. Мне некоторые люди, конечно, начинают сейчас писать, у меня вот столько-то взошло, а этот сорт не взошел. Почему это так? Я не знаю, почему так. Это зависит от многого. Мне очень жаль, что у кого-то, если особенно мои семена не всходят, но там не всходят не только мои, другие, но особенно если мои семена не смог человек вырастить, мне, конечно, неприятно и обидно, еще больше неприятно, когда начинают сразу оскорблять как-то, так же, как было в начале осени, когда началось там промошенничество. Это вообще очень неприятно. Люди такие, один вообще мужчина написал на каком-то полублатном жаргоне «Хватит ездить по ушам, семечки ваши не всходят». Ну, если у него не взошли семечки, я написала, мне очень жаль, что у вас не получилось, но если перевести на русский язык, то он выразился то, что не надо снимать видеоуроки, семена у него все равно не взошли. Причем здесь видеоуроки и его семена, которые он посеял, может правильно, может неправильно, не знаю. Ну, как я вам всегда говорю, если не всходят все сорта у вас все сразу, это точно 100% или неправильная обработка, или неправильный метод посева, потому что какие бы ни были плохо всхожие семена, хоть сколько-то, как, ну, 50% все равно взойдут. Полностью мертвых семян почти не бывает. Особенно если я читаю, у одних людей всходят, а у других не всходят, значит, это может быть все-таки проблема не в семенах. Сейчас я кратко пробегусь по причинам. По каким причинам могут не взойти семена? Начнем. Первое, о чем я уже говорила. Если глубоко заглубите семя, и если не очень тепло в помещении, то оно может пролежать там хоть сколько. Оно не дождется температуры нужной. Эмбрион, он нуждается именно в теплой, 25 градусов. Если такая температура не выдержана на холодном окне и глубоко его зарыли, оно может не взойти. Вторая причина, увлажнение, сильное увлажнение грунта при посеве. Если вы когда сеете, кладете во влажную землю, сверху еще можете полить, и вот эта влажная земля, она не успеет высохнуть, и вот в этом мокром грунте, если еще прохладненько, семечко пролежит, то же самое. Она может начать загнивать еще до того, как у него проклюнется росточек. Потому что росточек может проклевываться начать только через неделю, если прохладно. И вот он пока неделю лежит, ну естественные процессы загнивания начнутся. Оно может быть, семечко вы может быть там и найдете, но уже вот этот зародыш, эмбрион внутри, он уже будет поврежден. Еще самой основной и очень частой причиной можно назвать неправильную предпосевную обработку. У меня был один год, когда не взошли вообще никакие семена. Просто я их все обработала марганцовкой. и перестаралась, как говорится, немножко, они у меня пережеглись. Поэтому я вот для себя нашла самый идеальный метод посева, это без обработки. Конечно, вначале я некоторые, когда штучно сею, некоторые обрабатываю. Но самый хороший для меня, самый хороший метод, это сухими семенами, нетронутыми. Если тогда в этом случае, если я их ничем не трогала, и они у меня не взойдут, тогда это значит, что я или посеяла неправильно, или семена плохие. Потому что, когда обрабатываешь разными препаратами, потом уже невозможно докопаться до истины. Чем ты его испортил, семечка? Каким препаратом? И, конечно, вот так, обработка предпосевная, это одно. И еще, я раньше даже не знала, но потом уже начала, когда более-менее изучать, после обработки, после протравливания семя, его нужно садить немедленно. Некоторые, я тоже раньше так делала, протравили на будущее, чтобы потом не мучиться сразу все, и положили на завтра, на послезавтра, отложили в сторонку, через несколько дней. После протравки семена нужно сеять в тот же день. Нельзя их хранить. Они у вас могут испортиться. Ну и, конечно, про увлажнение. Если вы после посева польете, еще прикроете пленочкой, то однозначно могут быть плохие результаты. Если даже не все семена погибнут, то слабые могут подвергнуться вот этому процессу гниения. Вот видите, я сейчас достала, сеяла, когда я, так, седьмого марта сеяла, тринадцатая, пять дней прошло, на шестой день достала. Я ни разу не поливала, не после посева. Видите, какой сухой грунт. Все, это у меня пустыня. Сухой совсем, как это пыль. Но зато у меня пролиты бороздки, этого достаточно для того, чтобы семя наклюнулось и вылезло. Зато сверху нет ни плесени, ни черной ножки, и семечко не загниет. Вот такой способ я для себя уже решила, что я буду пользоваться только им, без верхнего полива, с накрытием пленочкой для парникового эффекта. Ставим в теплое место. Если семена долго не всходят, я могу поставить даже на грелку. Вот этот лоток, весь лоток ставлен на электрическую грелку, когда уже они долго слишком думают. Если сорт мне сильно нужен. Ну, конечно, вот когда делаю массовые всходы, ни о какой грелке не может быть и речи. Тут они сами по себе, они и сами прекрасно всходят. Еще раз говорю, что если у кого-то мои семена не взошли, мне, конечно, очень жаль. Но я в глубине души не думаю, что это проблема какая-то в семенах, что у меня такие некачественные семена. Но почему-то у меня они всходят все. Я их не отсортировываю. Беру также с общей кучей, с общей массой их, потому что невозможно отсортировать, какие для себя, какие для других. Но я смотрю на свои всходы, и мне даже иногда и не верится, что семена могут не взойти, что нужно с ними сделать, чтобы они не взошли. Но причин, конечно, много, я уже говорила. Или прохладный мокрый грунт могут не взойти, или обработка чрезмерная. Люди иногда переобрабатывают, стараются делать как лучше вот эти все танцы с бубнами. Протравитель, стимулятор, потом еще полили еще чем-то. И вот эта обилие вот этих химических элементов иногда пагубно влияет на всхожесть. Вообще, конечно, если семечки хорошие, качественные, чем меньше к ним прикасаешься, тем лучше. Я уже это давно поняла по своему опыту. И использую очень давно для массовых посевов естественность. Вложу простые естественные семена, без всяких химикатов. Поливаю бороздки сверху сухим грунтом и пленкой. Всхожесть вот стопроцентная. Я всем от души желаю, всем, чтобы у вас все взошло, все выросло. Я для этого и каждый день, часами говорю, говорю, говорю. Я не по ушам езжу, а действительно рассказываю, от души делюсь своим опытом. И на самом деле хочу, чтобы у всех были вот такие вот дружные, стопроцентные всходы. Но, конечно, если семена не всходят, какой тут совет дать? Тут совет никакой не дашь. Я не сновидящая на расстоянии, я не могу, конечно. Я единственное могу посоветовать. Попробовали один метод обработки, один способ посева, не получилось, не взошло. На следующий год испытывайте другой. Я много лет билась, чтобы хорошо научиться вырастить рассаду баклажанов, чтобы стопроцентные всходы томатов, чтобы без убытка, без потери выращивать, без всяких черных ножек, безо всего. Это все наш труд. Если вы не приложите труд, это легко сказать, конечно, просто, что да не взошли они, все. А что вы сделали для того, чтобы они взошли? Вы постарались? Как-то помогли им? Не знаю. Ну и сейчас насчет сообщений. Сейчас очень много приходит сообщений. У кого-то взошли, да листики синие, ой, какие желтенькие. У кого-то плохо всходят, у кого-то еще что-то. Я никому сейчас консультации давать не могу. Не пишите в личные сообщения, потому что у меня у самой горячая пора. Вы думаете, что у меня нет посадок, мне нечего делать. Вот вчера открыло 165 сообщений с вопросами. Ну как это может один человек ответить настолько? Если ваше неотвеченное сообщение, открыто, но неотвечено, это значит мне просто некогда. Сейчас вообще не буду заходить в одноклассники, чтобы не расстраиваться, не видеть, что столько много вопросов. Я ничем сейчас не могу вам помочь. Мне нужно время, мне нужно отсеяться для того, чтобы вырастить рассаду, получить новые семена. У меня очень-очень горячая пора. Не нужно сейчас ничего писать. Ответить я вам все равно не смогу, к сожалению. До свидания. От всей души желаю вам всем хороших-хороших всходов, удачного нынче сезона, чтобы все взошло. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!